Добрый день Игнатий Тихонович Добрый день А меня хорошо? Да слава Богу Обидно Вот так видно? Хорошо Сегодня нормально видно Так, слушаю вас Вот такой вопрос нигде не услышал Чтоб кто-то задавал Слышал только, что ты задаешь глупые вопросы Согласно Писанию Земля вращается вокруг Солнца Или Солнце вокруг Земли Библия об этом вообще не говорит Если она говорит, то говорит применить О восходе Солнца Не Земли Ну вот я выписал Выписал Иисус Навин останавливает Солнце Ну вы знаете лучше, чем я Конечно, знаю я, что это написано Но Господь нам открывает по нашим понятиям Правильно Мы как-то могли принять это Правильно Но он сопоставляет Солнце и Луну В один ряд ставит Солнце и Луну Вот Солнце становилось над... Где тут написано? Над Гаваоном Над Гаваоном и Луна над долиной Айлау... Да И в другом месте... Где тут? Тут же продолжение Иисус Навин 10-13 Стояло Солнце среди неба И не спешило к Западу почти целый день Вот В Псалмах 103 стих 5 Псалом Ты поставил землю на твердых основах Не поколеблется она вовеки и веки 118 Псалом 90 стих Истина твоя и род В род и род Ты поставил землю и она стоит Ну это... Просто так ничего не пишет, я так думаю? А у людей какое понятие? Вот мы с вами разговариваем И мы не видим, чтобы что-то двигалось Все стоит на месте Деревья стоят нормально Вот по этому понятию и говорится, что Основал ее Господь в твердых основах А в другом месте написано Основал ее на водах То есть везде под нами есть вода Так И согласно Библии Выйти ночью на улицу И вот возьмем даже Самое большое созвездие Большая медведица Да? Согласно мирскому учению Звезды должны были бы поменяться Вот даже эти 7 звезд Большой медведицы Земля, если По мнению Всемирного тяготения Да? Так скажем Должно было бы в отношении Поменяться звезд Ну к земле Так? За тысячу лет За 10 лет За год Правильно? Но этого не происходит Все происходит согласно Библии А почему Христос об этом не учил? Ну он сказано Восходит солнце для злых и добрых Ну там у Матвея Вот так Направление нашей мысли должно быть именно к этому стиху А все остальное за кадром Вот Единственного человека встретил Который согласен с этим Единственного Просто Кому задавай вопрос Ну что ты лезешь с глупыми вопросами Но это вопрос Это касается Не спасения Да? Но он касается веры Верю или не верю Нет, я тут верю в одном месте А в другом не верю Это буквально и так Не клеится просто одно к другому Правильно? Бог дал людям разум Которым они пользуются по сегодняшний день И открывают все новое и новое В свое время В 4 веке Василий Великий Написал книгу Шестоднев А уже в 20 веке Рогозин Павел Иосифович У протестантов Написал Существует ли загробная жизнь Описывает звезды Внутреннее устроение человека И разница совершенно немного С 4 века Трудились, хлопали ушами И пришли к тому же самому Игнат Тихонович Вы подошли к тому вопросу Почему я вам задал этот вопрос У Василия Великого на шестоднев Третья страница С самого начала Последний абзац Но к какому концу приводят Геометрия, арифметические способы Исследования и толщах О толщах И пресловутая астрономия Это многопопечительная суета Ну и так дальше Короче рассказывает Да Ну вот Даже это одно слово Пресловутая астрономия Это уже сейчас говорит само за себя Даже сегодня это слово Не потеряло своего значения Существуются астрономы Во всех странах И они разнятся Происхождение комет Если нет атмосферы на Марсе И проще А что говорит в 4 веке Я видел, что ничего это не дает Кроме того, что Коротенькой жизни Люди играют Забывая про вещность Да Извините Тут стучал Секунду Что у вас шумит так? Телефон 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 у него такой Богатый Ну хорошо Извините Тут Чуть-чуть отвлекли меня Я говорю вам Я единственного человека Встретил Который согласен с этим Согласно писанию А вы людей спросите Скажите Почему Волосы растут Даже хоть маленько Где-то на затылке А почему брови не растут? Брови не растут? Вот такие все А Василий Великий Объясняет Что это как козырек Над окном Над дверями Чтобы пот Мимо падал Падал И почему Говорит Легкие Ниже сердца А когда сердце Разволнуется Чтобы легко ему прыгать было Чтобы оно не убилось А лопатки сзади Как щиты Защищают нас Понятно Ну вот у Василия Великого есть Я думал Может у других святых отцов Где-то есть пояснение Вот этому Об астрономии Есть И когда монахи говорят Что запрещает Бог нам Заниматься астрономием Это неправильно Возведи Ощи твои Куда? К горам И сколько иов Говорит там Аз Кисиль А это там Как раз Большая медведица И Орион О которых говорится Это люди Которые не видят Чудеса в Божии Я однажды считал Про такую монахиню Она жила при разливе Нила Их научили Не тратить свои глаза На красоту И она видела там Красота Которая вообще неизмерима Она ни разу За 20 лет Не подняла глаза Чтобы посмотреть Восход и заход солнца Когда написано Небеса Проповедуют Славу Божию О делах рук его Вещает твердь Правильно Так что невидимо его Говорит Видимо Через рассматривание Творения Послание к кремлинам Павел пишет В первой главе И мы познаем Кто это сделал Иван Затуус говорит Возведи очи горе Да Горам То есть Все время размышляй О вышнем Не только то Что ты видишь А будет в вечности И так нам дольется Понять что Небеса небес И воды превыше небес Ну все Я разузнал Вопрос Над которым Видите Я много лет Преподавал В разных Многих университетах Вел занятия Молодежь Не такими вопросами Засыпает Но я им говорил Так вот Смотрите Я просто Для примера вам сказать Пойти туда Это не просто так Стоять Как слон Говорит На распутье Я сказал В течение Одного месяца Я буду отвечать На все вопросы На основании Жития святых Представьте 12 книг Из Ростовского Дмитрия На любой Жизненно важный Вопрос Сегодняшний Я отвечаю Жития святых Это в общей сложности Взять может быть 70-80 тысяч Вариантов Дальше я объясняю Вот два месяца На любые вопросы Буду отвечать Согласно того Что написали Поэты России 300 поэтов За 300 лет Это у меня 26 том Коллапс был И у каждого Сихотворения Эпиграф из Библии Что говорится Так сегодня Книгу Нельзя нигде выставлять И он мгновенно сметает Кто связан с литературой Еще и фотографии Этих поэтов 300 поэтов За 300 лет Надо думать Каким богатством Мы обладаем А люди Которые ничего не знают Ну я верю Стою Это тоже Бог не отрицает Но однако Талант Который Бог дал Согласно Яна Амоса Каменского Это отец Мировой педагогики Он говорит Мы используем Идва ли 4 процента А 96 Не востребовано Ну нормально Это разве Прожил и не знаешь Какой ты есть Ну вот они объясняют Закон всемирного тяготения То другое Но закон всемирного тяготения Согласно Может все бы должно Собраться в кучу Если в всемирное тяготение Ну в кучу Никто ничего и не собирается И не думает собираться Ну 9,8 сантиметра Секунду нам хватит Изучали мы И проходит время Какое-то Ну я не буду говорить Сколько Ну минимум там 12 лет Может быть 13 И тогда профессор Просит студентов Помочь ему учебники Снести в подвал То есть совершенно Новые уже написаны Даже в медицине Кажется Один всего только человек И это ухо Горло нос То есть То где соединяется Отверстие Дальше они не идут А уже по сердцу Это там Дальше Это все новый-новый И учатся не 5, а 6 лет Да 10 лет позади Человек Это вселенная Космос Ты исследуй его Ну да И сколько тебе надо будет Почему человек Весь растет Кости у него растут Кто это так Что вот я расту И у меня кости растут А наковальня И молоточек в ушах Не растут На том же месте Иначе звук матери Мне будет казаться Басовитым и прочее Кто это так устроил-то Это единственное Что не растет Как родился Таким и умрешь На ковальне Молоточек все время Стоит на месте Сейчас говорят Вот сколько и следует Глаза 750 тысяч колбочек Там Насчитывается Но каким образом Все должно видеть Нам в перевернутом виде Хрусталик-то такой вот Ну почему оно прямо Нам видится Не могут сегодня найти Какой экран Считывает эту информацию По сегодняшний день Вот чудо боже Ну хорошо Ну на этом будем Надо заканчивать Что-то там шумит у вас сильно Зашумело Слышно меня? Сейчас опять зашумело Сильно Там что-то включили Выключите Вот она не даст Потом слушать Так Какие у вас еще Вопросы относительно Писания может быть Пожили? Вот по писанию Это было и все А вы по вероисповеданию Кто? Православный Православный А почему безбороды? Православная икона У нас иконография И вот я посмотрел 475 изображений Святых ликов Ни одного безбородого нет Не считая Иоанна Богослова Он мальчишка был И Пантелеем Он в Пантелеоне Ага Вы Если хотите Вы на меня В мейл.ру Если войдете Вот Я вам скину эти материалы У меня Огромный материал О бродобритии О курении О пьянстве То есть Все Что можно было найти У святых отцов Каноны церкви Конечно На первом месте Святая Библия И что говорят Об этом Жития святых Вот 4 параметра По которым Я на любой вопрос отвечаю Ну Библия По-моему Два раза упоминается О бороде Да нет Мы найдем Мы найдем Не только два раза Мы увидим Как там идет Переклад На сегодняшний день Как Бог сотворил Когда Почему Издевались над бородой Во времена Давида Полбороды Обрили им И почему Он не пустил В земной Иерусалим А мы идем В небесный И Дину дочь У Якова Изнасиловали Она была обесчищена А когда борода обрили Написано Очень обесчищена А очень Это усиливающая частица И значит Мы должны На это смотреть Так же Как указал Дух Святой Ну я не нашел В поисковике А где это В каком написано В этом месте Ну это первая книга Царством Посмотрите Где написано Про царя Нааса Когда Давид Послал туда слуг Потому что Новый царь Он воцарился Он решил ему оказать Ну как Сочувствие Там Пожалеть А слуги говорят Это соглядатые пришли И они взяли У них половину бороды Обрили И половину одежды Отрезали И когда Давид услышал Что так над послами Насмеялись Ну он бы сказал Ладно Нет Он говорит Идите в город Проклятие Ерихон То есть Эти люди настолько Оскверненные были Безбородые Они Дожибали в Ерихоне Жить пока не отрастет Полностью борода Нам что Непонятно А все Ветхозаветнее Было образом Почему в первом послании Коринфянам Десятая глава Шестой Одиннадцатый стих Апостол Павел И говорит Об этом Это были образы Для нас Вам нужно показать Где это было Ну я набрал борода Показывает только В двух местах Ну 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 в поисковике Я набрал Ну пожалуйста Вторая книга Царств Десять четыре Вторая царств Взял Анон Слуг Давидовых И обрил каждому из них Половину бороды И обрезал одежды их Наполовину Какая была Десятая глава Четвертый стих Десятая глава Четвертый стих Когда донесли об этом Давиду То он послал к ним Навстречу Так как они были Очень обесчищены Дина была изнасилована Обесчищена А здесь очень И велел царь сказать им Оставайтесь в Ерихоне Пока отрастут бороды ваши И тогда возвратитесь Вот как И это стоило Очень дорого Почему А вот когда началась Из-за этого война Говорит И что Послали монетяне Нанять сирийца Сколько тысяч Войска Увидела Что неприятелевское войско Было послали против него И дальше говорит О десятках тысяч Погубленных А всего лишь борода Это не шутейное дело было Это второе Второе царство Да Десятая глава Десятая глава И мы говорим о том Что если Тогда это было Очень обесчищено А когда стало Это счастье Да никогда Оно было навсегда так Иконы нам говорят Все с бородами И Господь с бородами был С бородой И апостолы с бородами были Даже Баптисты Протестанты Вот издают Словарь Нюстрима Там другие есть И везде Апостолов Прессуют с бородами Даже иеговисты Это уж вообще Даже не еретики А так Неизвестно кто Бороду трогать нельзя Это мужское достоинство Ее счесть Муж приходит в возраст И первый кто восстает Если вы женатый Это жена Почему Бродобритие Называется Блудодейная ересь Жена Ходит возле меня Слушает Жена Вот у меня тут Один вчера был И говорит Восстали жена и мать Ну я говорит Перетерпел Сейчас все успокоились Я это знаю А вы Вы просто посмотрите На картины Макаров Адмирал Вот такая борода До пояса Циолковский Какие были там Мичурин Все с бородами Вот я смотрю Союз борьбы За освобождение Рабочего класса Семь человек Посередки Владимир Ульянов Самому старшему Тридцать лет Все до одного С бородами Вот его Отец Илья Николаевич Ну он был инспектором И показаны Инспектора Инспектора Это не меньше полковника Все до одного С бородами А давно ли это было Это Петр Иноземскую Всякую Завез туда беду А борода не мне нужна Бог так сделал Так Я вот на военном билете Уже с бородой Так Бог повелел И все Я был в тюрьме В лагере уже там Говорится Повалят Да сбреют Я уже не виноват Они могут что угодно сделать Ну это понятно Понятно Так Вопрос О бороде Даже никогда не поднимайте Бритвы сегодня уничтожьте И все кончилось Вы православные Понимаете Великое звание Быть христианином И добавить И православным Не куда-то в потемках Идти У нас святые отцы Все до одного с бородами Василий Великий Григорий Посмотри на Иоанн Златоуст Ну иконы Мы православные Понимаете Вы должны это ценить И не позорить наших отцов святых Так это внешне А внешне откуда происходит От внутреннего Внутренне ты настроен против Сбрил А внутренне ты благоговеешь Перед творением Божьим Ты не трогаешь ее И все Как раз это от внутреннего Из сердца исходят злые помыслы Христос обличил это Наш Господь Оказал нам пример во всем Во всем А устройство человека Однажды сотворенное Бог не трогал Отворю все новое Он творил нового человека Рожденного свыше Служащего Богу духом Самоотверженного Нетрудсливого Вот тут все стоит на месте Потому что Мы находимся на стадионе По-славянски Называлось Ресталище И так бегите Но награду получает один И так бегите Чтобы получить А не так Что я пришел Отстоял и ушел Ничего не получится Возьмите Даже патриарх Кирилл Сейчас говорит о благовестии Какие слова Припугнул там архиерея После не будет благовестников Миссионеров Будут отстранены Настоятелями Так они главное Взяли его речь Купировали В интернет выставили Этих слов нету А там записали Которые сидели-то Я такого даже Предположить не мог Что патриарха Купировать будут Да как они смеют Он патриарх Проехал до Дальнего Востока И говорит Состояние Духовное развалено Почему Сектанты все захватили Почему Они работают Они людей учат Они знают Библию А у нас пришел Отстоял Свечку закоптил До свидания Надо работать Мы должны Жизнь свою И показать Вот на меня начинают Лично меня выставляют Такой там Успешный миссионер Я таким себя не считаю Но почему Вот в начале Только и сразу Увеличилось Там в университете И где Не знаю Я просто люблю Бога моего Я люблю моего Христа Я его очень люблю И его святое слово А людям это передается Я говорю О временности жизни О вечности Как мы предстанем Как Бог нас возлюбил Я ввел Мировое искусство Университета Картины мира Какие кто найдет Любого художника Я начинаю Вводить в русло Священного Писания Народ интересует Это народ Ничем не интересует Я скажу Неправда Это вы давили до этого Где бы я ни был Интересуется У меня вся тюрьма Гудела Когда в тюрьме сидел Охранники В коридоре стоят Тюрьма открыта Это с 8 до 10 вечера Полное молчание Ни один не закурит А то были Там Там ничего Я посты соблюдал Почему? Бог Не то, что я там Такой крутой Я молюсь И все Я каждый день молился Примерно 4-5 раз Вставал на молитву Каждая молитва Сейчас полтора За 2 дня Просчитывал псалтырь Молитвенное правило Неделя проходит Полностью Новый Завет Это не считая того Что я кланяюсь Каждый день У меня допустим 2000 поклонов И Бог Меня как на крыльях провел 5 тюрем Как будто 2 раза Шагнул на той стороне Почему? Бог Со Христом А люди на себя Руки накладывают Там такой Да где бы ты ни был Вот мы прошли за 2 года За 3 года От находки До Лиссабона От Тихого До Атлантического океана Все государства Чечня Турция Азербайджан Эти тут Ингушетия Короче Все это Почему? Говорили не проехать Это невозможно Вам не допустят Вам там головы режут Нам помогали чеченцы Они нас кормили Они не знали Чем помочь нам В Дагестане Там такая обстановка Узнали Мы так они нас нагрузят Продуктами всем А мы им говорим о Христе Заходим в их комнату Для моления Намаз И там совершаем свой намаз И все это засняли Выставили Кланяемся Крестимся Свидетельствуем Поднимаем руки Зовем мир на эту землю И поэтому говорят Люди плохие Я думаю Надо начинать с себя Это проще всего В кого-то пальцем ткнуть У меня Плохих людей Не встречается Да Вам все хорошее Они говорят Нахватали Теперь хотят Через вас Царство небесное Получить Вам помогают Да храз Это плохо Мне евреи Мусульмане Все помогают Говорят А они евреи захватили Все в государстве В Израиль Я не отрицаю А мусульмане Там то Я не отрицаю И бороться надо Надо Да как Любовью У нас другого оружия Не дано Да Вложи меч твой в ножны Все Мы должны показать Что со Христом На земле Лучше жить Прекраснее Красивее Скромнее Ну 26 Псалом пишет Кого мне бояться Да Кого мне бояться Что у вас там шумит Так это Время от времени Прямо срывается Ну это в интернете Что-то я не знаю У нас все тихо Ну ну У нас все тихо Вы в каком говорите городе-то? Черновицкая область Черновцы Черновцы Украина Украина, да Ну мы в Украине Много ездили Это мы ездили в прошлом году У меня в основных городах Харьков, Киев Везде книги И мы ехали Я 38 своих книг изданных Дарил в каждую библиотеку В парламентскую Национальную В Киеве Одессе Там Первомайском Ну везде Где мы ехали Ну это западная Украина Черновцы Мы на запад Далеко не заехали Потому что нам нужно было Выезжать на Польшу Мы шли в Германию В прошлом году А нынче мы сразу Нам путь-то перекрыла Украина Мы пошли Южным путем А там обвал В Грузии не попали Пришлось опять идти Через Дагестан И тогда Ехать опять в Азербайджан Турцию пройти И тогда только После Грузии Турцию И тогда только мы вошли В Грецию А потом на юг Туда еще 600 километров Это Задача поставлена Не по силам Это Кто говорит Это невозможно Это невозможно 117 тысяч километров проехали 450 городов и сел Ты пример Это не 450 квартир Постущаться только А мы останавливаемся Свидетельствуем Дарим Документы показываем Съемки ведем Это Бог делает Мы доверились Богу Средств никаких нету А поехали Средства появились Незнакомые люди Стараются помочь Бог Всегда Бог Нам помогают И баптисты И кто только не был бы Такие у меня книги Говорили Да только евреи узнают Вы про них так пишете А я говорю Евреи у меня Главные помощники Ванкиры Почему? Они видят Что я Не против их Я им говорю Что мы за вас молимся Потому что написано Благословляя Израиля Благословляющий Израиля Будет благословлен Чтобы они обратились К Богу Признали истинного Мессия Не того который придет 666 поставит Ты смело иди А дальше остальное Господь укажет И смелости даст И средств Я просто не верю Когда руки опускают Не начав делать ничего У меня столько врагов Друзья делают Со врагами А это награда Вышла на небе И весь ответ Радуйтесь и велитесь Веселитесь Ибо награда ваша велика Так он вчера был Трудно Идущий мой хлеб Поднял на меня пяту С кем разделяли Искренние беседы Это перетерпел Давид Перетерпел Христос Что удивляться-то Если мы ему угодны Павел говорит Нам дано не только веровать Но и страдать за него Мы этот пример Увидели в наших святых У православных Только Жития написано 1173 биографии Нам есть на кого смотреть А у кого еще так написано Самое худшее гонение На церковь Это отсутствие гонения Да 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 Вот Семя христианства Говорит Это кровь христиан Семя христианства Ее нет сейчас гонения Ну и люди кинулись Богатство Все И это был 249 год Бог посмотрел Это дело И дал правителя Декия Он как ударил От церкви Отлетели Может быть 80% Только пыль пошла И он был Всего-таки Три года Его убили Но через три года Церковь обновилась И количества Стало еще больше Это Бог так делает И поэтому Все эти Майданы Войны Гитлеры Ленины Они в свое время Богом допущены А если бы Богу не угодно Он бы даже не зачался Было бы пустое Чрево в матери У вас хорошая борода Будет красивая Да Да Я вижу уже У меня Приходили как-то Руководство Адвентистов Седьмого дня Ну и один Начал Николай Отращивать бороду Я говорю Хочу посмотреть Какой я все-таки У Бога должен быть А то помру И сам себя Ни разу не видал Не в бороде Дело-то Но борода Это один из признаков Того, что я христианин Вот ходят же они В хиджабе Эти мусульманки Как благочестиво одеты А наша Она полураздета И идет Все у нее вывалено Да Перед Богом Соблазн любой Будет рассмотрен Очень тяжко Лучше бы Мельнейший жернов Повесили Да Что Александр У вас еще Да вроде Вроде все Я говорю Я единственного человека Встретил К этому уже не возвращаемся У нас есть более важные дела Если еще Господь позволит Вы где-то через месяц Может быть С друзьями поговорите Наши видеоканал Знаете Дайте им Вот хорошо Если вы в моем мире будете Я вам все данные дам Рассказать Ну Как вот мы разговаривали Чтобы они пришли Может с вами рядом И задали вопросы Пока есть возможность Получить ответ Да мало кто интересуется Вот что Пока Кого не спросишь Что ты Знаешь Ну вот и все Такой ответ Я одно время вел Три радиопрограммы Прямым эфиром Прямым Сейчас И отвечать на вопросы Вот он задает Прямо Прямо Сидишь И в это время Тебе задают Ну просто Видишь как Души начинают Рассветать и радоваться А потом Глядишь Они уже пришли На занятия в университет Ничего не делать Но ничего и не будет Семя падает Иногда на дороге Иногда на мало земли Но ведь одна четвертая Это сейчас Все таки 25% Вырастает И что пропадает Не все обращаются Это притча нам показывает И за Христом Не все шли Не за апостолами Да Надо просто работать Довериться Богу А результате Бог заботится Почему Говорит Ну потому что Все еще и поливающие Нуль А все Бог возвращающий Да Ну хорошо Ну все Спасибо вам Слава Христу Слава Иисусу Отходите Слава Божию Спасибо вам Спасибо вам Спасибо вам